Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня я вам расскажу о том, как сделать, чтобы новая ловушка легко закрывалась. Актуальная тема, очень много видеороликов на эту тему, но продолжают поступать вопросы, как это делать. Недавно я тоже столкнулся с этим, потому что Миклин мне прислал, заказал я новую форму, как вы видите, ловушка. Она была облегченной, но я отослал ее мне, переделали ее, усилили, потому что пробивала от сильных бросков ладонь. Я попросил усилить ее, как в КХЛ. В принципе, осталась она такой же легкой, удобной, комфортной, но зато надежно защищает мою ладонь от сильных, серьезных бросков. Как видите, она закрывается очень легко, комфортно, хотя играю я в ней 2-3 месяца всего. Как это сделать? Сейчас я вам расскажу. Но вначале не могу не похвастаться своим достижением. Для меня это фантастическое достижение, это такого мешка, как я. Возможно, для вас это очень легко. Кстати, своими достижениями обязательно делитесь ВКонтакте. Нам всем интересно, кто на что способен. О чем я говорю? Я умудрился каким-то чудом отстоять на ноль подряд 2 игры с половиной, то есть 2 игры плюс 2 периода с половиной. В итоге это получается 8 с половиной периодов на ноль. Для меня это действительно фантастический результат, поэтому я с вами ими делюсь. Мне всего пол периода не хватило для того, чтобы отстоять на ноль 3 игры подряд. Фантастика! Я очень рад, счастлив такому достижению. Честно говоря, не уверен, смогу ли я его повторить. Ну, вернемся к теме ролика. Что делать для того, чтобы ловушка легко, комфортно закрывалась? Я использую такой метод. Я против того, вы видите, часто советуют заливать ловушку водой, чтобы она намокала. Мне это не нравится. Кто бы что ни говорил, я все равно считаю, что это ухудшает качество ловушки, ее износостойкость, долговечность. Вот ловушка, которую я отыграл 6 с лишним лет. Тоже, кстати, предыдущая модель Миклина. Смотрите, каким образом нужно поступать для того, чтобы ваша ловушка легко закрывалась. Проще всего купить какой-нибудь мячик или отобрать у ребенка небольшого размера. Если нет, то можно сделать из газет и супер вещества 21 века скотча вот такую подушечку. После каждой игры нужно вставлять эту подушку в ловушку. Таким образом, чтобы не получалось закрыть ее. Вставлять поглубже туда, где сетка, закрывать и потом обычным шнурком фиксировать до следующей игры. Таким образом, в таком положении она и хранится. Благодаря этому, ваша ловушка приобретает хорошую форму. Она практически всегда как новая. Видите, когда она открыта, большой у нее охват. Вы можете ловить шайбу проще. При этом она очень быстро и легко закрывается, сохраняя все свои формы. При этом мы с вами ее не насилуем водой, ничем. Все, что нужно, это делать то, что я показал ранее. Друзья, играйте в хоккей, защищайте ворота. Помните, что мы воротчики отличаемся от полевых игроков. Мы, можно сказать, даже не хоккеисты. Удачи всем. Пусть штанги будут вашими лучшими друзьями. Меньше пропущенных голов, побольше побед. Увидимся в тренажерном зале и на льду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...